Господи... Наверное, вы хотите узнать, как всё это произошло. Почему я здесь сижу и проклинаю эту игру и эту DLC. Всё началось с того, что я удалил одну игру и профукал всю свою папку с играми. Да-да, при удалении игры она стёрла всю папку. Я, как нормальный образцовый человек, создал папку гейма и всё, кидал туда. Но, когда я поставил одну чмошную игру и удалил её, она решила, что папка принадлежит ей и снесла её тоже. Полностью, всю. И я потерял сейвы по метро. Конечно, DLC-шные, не прохождение, прохождение было вообще оттасно. Хорошо, что я успел пройти. А, только DLC-шные. Конечно, не так обидно, но да ладно. И анабиосы. Вот это очень обидно. Восстановить я их никак не смог, а зано проходить всё я вряд ли осилю. Нервы не взойдут. Так что, если кто вдруг знает, как восстановить анабиосы, я пытался закидывать сейвы, скачанные с нету, но они вылетели с ошибкой. Возможно, проблема версии или ещё чего. Не знаю. Вот. То скидывайте мне, я попробую пройти. Если никому она не нужна, ну и ладно. Я её немножко подожду, потом удалю. Что же и почему меня бесит эта игра? Потому что здесь сейвы и контрольные точки работают через одно место. Я загружаюсь через F9. Понимаете, да? Я нажимаю F9. Ох ты ж, господи. И вместо того, чтобы игре как-нибудь, не знаю, на это отреагировать, она берёт и страдает фигнёй. Чё, хочу этим сказать? А то, что когда я вот смотрел видосы, где чувак рассказывает про своего там отца, и нажал запустить, ну, чтобы вот отсюда начать уже. Ну, ещё он тут начал рассказывать своим ребёнком, но вы помните. И чтобы запустить отсюда, я нажал, ну, Alt F9 у меня запуск. И он загрузил. И он загрузил не эту сцену. Он загрузил сцену вообще далеко. Вообще, где мы говорим с этим вторым капитаном про то, что надо, блин, изымать зелёнку. Понимаете? Он откатил минут на 20 назад. 20 примерно. Я в шоке просто. Как можно так убого было всё сделать? Я читал? Я даже вот, часть смог собрать, часть нет. Поверхностное исследование позволяет выявить у подавляющего большинства бунтовщиков клинические признаки лучевой болезни средней тяжести. Кривый... Кривоизлия... А, ха-ха-ха. Кровоизлияние, атрофическое изменение кожных покровов и слизистых оболочек, а также упадение волос. Судя по степени развития симптомов радиопротектор, они прекратили принимать более месяца назад. Более точный срок установить не представляется возможным, так как неизвестно на каких станциях они базировались большую часть времени. Вскрытие тел считается излишним, так как не располагает достаточным количеством персонала. Ну ладно, пошлите отвоюю. Прости, Слав. Я знаю, тебе деваться было некуда. И если бы я тогда не сказал ничего, они бы не поверили, что все нашли. Что старое помянется? И у меня не у тебя выбора не было, Петрович. Тебе тоже удачи. Увидимся на поезде. Спасибо. Тай мне расстрелять бунтовщиков. Здравия желаю, товарищ полковник. Господи, какой он тупой. Не может отойти. Ну что, стоите. Вперед на позиции. Есть. О, ском. Вперед, вперед, вперед. Мне наберстывает то, что я прохукал. Э, граната нет? Дааааа. Черт. Держись. Держись, ребята! Держусь. В смысле, патрон нету. Алло. Не, подойдут. Чисто. Идем дальше. В смысле, где мои патроны? Значит так. Саперов перебили, но заряд уже заложен. Наша задача, добраться до детонатора и ервануть. Лейтенант, я сейчас взрыв машинки, а вы прикройте. Есть. Давай, прикрывай. Чисто. Идем дальше. Да, еще чисто. Что-то заглючил. Кстати, я что-то не понял. Я когда игру... О, тут все настройки, кстати, слетели. Какой нормальный, а ты что? Ходкор. Дальше сохранил, сохранил. А то я думаю, что-то не то. Как-то они даже не попадают. Получи! Вперед, 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 вперед. Мы прикрываем! Давайте к детонатору! Капец, конечно, война. Жесткая. С чего он его сжимал? Не понятно. Нажал бы уже. Вот, например, до сюда мы как раз в прошлый раз и доиграли, и отсюда и продолжим. Блин, ну подожди, я тебя позже послушаю, аж вывесил. Смотри, у тебя фонарь даже не обуглился. Хорошее качество. Капец, конечно, война тут идет. Куда тут столько людей-то? Давно бы кончились. Бери автомат какой-то. Товарищ полковник, они взорвали ворота. Трут с поверхности! Да фигам прятался за ежикового, я скажу. Товарищ полковник, сюда! А ты свой? А то есть непонятно, кто свой, кто нет. Капец, они даже не боятся этого. Какое-то, не знаю, нападение мертвецов или как-то. Ничего не вижу. Капец, тут, конечно, война. Товарищ полковник, отходите на резервную! Дай! А где мой фонарик? Ни фонарики, ни зажигалки, ни че. Держимся тут до последнего! Подкреплений не будет! Или мы их, или они нас! Конечно, есть решится! Капец, рыбай! Жестоко! Мы готовы! Он лезет! Как вас и че убить-то? Плохо, че скажу! Плохо, че скажу! Нормально, так прилетело. Конечно, у них вооружение хорошее. Капец. Как всегда вовремя спасать, да? Ага, жесть. Даже и нас траванули. Держитесь, товарищ полковник. Второй этот генерал. Надо доложить генералу. Он нас всех убить захотел. Жестоко. Он сейчас скажет, что так и должно было быть. Сволочь. Жест. Гасшик быстрее. Ну капец. Я думаю, многие с этим не согласны. Но у меня что был выбор? Да и какая теперь разница? Они уехали. Только меня они бросили зря. Петров, Петров! Они уехали без нас. Серегу мне дай, быстро! Как? Погиб? Серега. А чего ты ждал-то? Ну что так, Петров, в большом сейфе РПГ. Бери и бегом на старую развилку, там перехватишь. Понял? Выполнять! А чего провязать? Что ты умеешь? Что хочешь? А я все сделал. Вообще тупое, самое тупое решение. Убить всех. Может, они бы нашли способ выйти, рискнули бы. Вот дебилы. Дебилы кусок. Ну блин, гениальное решение. Всех убить, только потому что... Они умирают. Гениально. Гениально. Блин. Понятное дело, что они были против. Ну, свалили бы и оставили бы всех. Папа. Папа! Папа! Дядя Толя! Он что, себя убил? Почему? Не смотри туда. Прости, что я приказ нарушил. На станции стреляли. Много. Потом затихло. А тебя все нет. Я боялся, что случилось что-то. Пошел тебя искать. Слушай, я тебе утром рассказывал. Кому можно знать правду, а кому нет. Забудь. Не нам такое решать. Если тебя обманывают, то точно не ради твоего блага. Вот поэтому он и умер. Понимаю, папа. Молодец. А теперь... Идем домой. А смысл куда идти? Ты всех убил вообще. Ну, капец, конечно. Я прям возмущен его решением, честное слово. Как так можно? Как можно быть таким уродом-то? Я решил им побольше. Они не хотели умирать, поэтому им митинговали. Кирилл, это Мельник. Я у входа в бункер. Мы у вас поколник. Там все не будет так, что... Просто отправили под шумок всех. Типа, мы на разведку, и все, и не вывозь. Спасибо, Кирилл. Конец связи. Ну, капец просто. Честное слово. Просто люто и дичь. Че, тебе замельника? Сосна я, Ольха. Ответьте, прием. Ольха, Сосна на связи. Прием. Рядовой. Я захожу в бункер. Пока я там, связи не будет. Сколько пробуду внутри, не знаю. Когда следующий сеанс? В полдень, товарищ полковник. Аккумуляторы? Держу заряженным. Дверь? Затер. Печонку съел. Слезь сжигаю. На грязной станции не хожу. Пап, ты мне натурально шпаргалку оставил. Если я сейчас читаю... Читай, читай. Повторение, мать учения. Все, Сосна. Конец связи. Понял, Ваш Аш. Конец связи. Сосна, ответьте, прием. Сосна, на связи, прием. Я очень люблю тебя, сын. А я тебя, пап. И печенку, чтоб ел. Обязательно, понял? Конец связи. То есть, я даю его бы... Последний заход. В один конец. Походу, отсюда он и не вернется уже. Три халявные штучки дали. А, это как огнемет. Понятно. Бойцы ОСКОН, вам поручено совершенно секретное задание особой важности. Найти в архиве Центра Спутниковой Связи карту района с приемлемым уровнем радиационного заражения. Исходя из косвенных данных, ясно, что особое внимание необходимо уделить поиску карт района озера Байкал. До сих пор наши усилия не достигли результата. Ладно, сейчас давайте. Полковник разошелся. Опять Центр Спутниковой Связи посылает за картами. Начальство над ними в штабе щеки надувает. А нам тут еще по паре летальных доз добра-то ловить. Паршивое место бункера. Радиация сумасшедшая. Не зря его яйцеваркой называют. Ну и мутанты, куда же без них. В основном, конечно, обычные твари. Ну и здорови... Здоровилы. Там тоже прописались. Это гориллы, да, эти? Пропадались. Может, попадались, не знаю. Скорее всего, из-за них там группы и пропадают. Паршивое место и задания тоже. Хоть на зеленку не поскупились. По нынешним временам-то уж что-то. Так что теперь ваша задача добиться успеха во что бы это ни стало. Ну да, не помогла она тебе. Я не могу сообщить конечной цели поисков, но знайте. От результата зависит жизнь всех жителей метро. Эта запись самоуничтожится через 5 секунд. Удачи, бойцы. 5, 4, 3, 2, 1. Хм. М-да. То есть они ее не послушали. А зря могли бы, может, выжить. То есть вход здесь, через технику, сюда. Рубильник. Не шуми. Ой, с этим сейчас воевать, с обезьянами, да? Господи. Кто-то сказал, что это не эти... Не библиотекари, это гориллы. Телепаты. Дожились, блин. От кого-то горилл-телепатов мне не хватало. Хода нет. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Так, ну он говорит, пробежать мимо... ...всего этого. Че происходит? Кто это? Перезапуск системы. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Внимание. Биологическая защита реактора нарушена. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. где-то мартышка перерос тогда рубильник бой резервного источника питания изоляция реактора нарушена резервное питание включено необходим перезапуск системы подготовка к перезапуску выполнена 20% вон пошли вон и и и то есть тупо делась на вскидку происходящее мне кажется я не смогу его пройти пока с ними не разберусь и Необходим перезапуск системы. Подготовка к запуску выполнена 20%. Иди сюда. Подготовка к запуску выполнена на 80%. Просто горит, варь. Можешь быстрее перезаряжать, а, друг? Ты меня напугал, ты откуда выпал-то? Пусть персоналу немедленно покинут комплекс. Внимание! Биологическая защита реактора нарушена. Пошли все вон! Господи, какие-нибудь такие места. Че-то тормоз тут заряжается по полгода. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Изоляция реактора нарушена. Резервное питание включено. Аршалван! Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Я покинул бы. Смотри на карт нет. То есть мы ищем карты, да? Да умри ты! Сбой резервного источника питания. Собака, я ж тебя не трогал. Изоляция реактора нарушена. Резервное питание включено. Просто посмотрел. С автоподкачкой. А-а-а, он сам включает. Удоляция реактора нарушена. Резервное питание включено. Так, мне нужны две аптечки. И тысяча, понятно. Чё, у тебя не карта валяется? Нет, не карта, жалко. Чёрт. Много-то? Если честно, это меня пугает. Посмотрено. Вот эти звуки мне в войне не нравятся. Число. Старые отчёты не врут. Похоже, реактор комплекса всё ещё работает. Электричество есть. Работает. И течёт потихоньку. Иначе из чего? Там такой уровень заражения. От того, что свет есть, нам правда не особо легче. Ладно бы работало нормально. А так, то потухнет, то погаснет. Ребята уже понапридумывали, мол, это из мертвецов кто-то пальцами шалит. Чушь, конечно. Прогнило всё. Вот автоматика и бесится. Наверное, не знаю. Автоподкачка это очень хорошо. Эй, сюда! Бой резервного источника питания. Переключение на главный. Необходим перезапуск системы. На главный. И... Накинь. Много. Попоказания. На 80% Необходим. Знамок. Гребят. Вибра. Куда ты вылез? Я во все стороны смотрел. Так, ну-ка. Стол был где-то... Где-то там. А! Тупо канистру прилепил уже. О, другое дело. А то хожу и как бешера не знаю с чем. Лох, что их нормально-то не вижу. Уполз. Уполз. Дало. Мне, конечно, не каждый раз лазили, и этот тварь на них нападал. Это просто жесть. Осмотрено. Подготовка к перезапуску выполнена на 40%. Подготовка к перезапуску выполнена на 60%. Перезапуск системы. И что, почистить нельзя? А, F чистить. Нормально. А, блестящий. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Да я пытаюсь. Система перезапущена. Включение главного источника питания. Опять 25, да? Стой, где ты? Пошел вон. Продолжение следует... Угу. Это плохо. Пошел вон. Гори! Я покинул бы! Мне эту обезьяну обжимарить надо! Фа! Кто ещё? Пошли вон! А чё у вас так много-то? Да я б с радостью покинул бы! Поймите, что я не могу! Поймите! 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 Опять ты! Поймите! Jarsie! Когда ж ты сдохнешь то? Эээ, пошел вон Это было больно Черт Так тебе Что это за горилла? Так Оружие у меня отобрали, значит скоро финал Капец темно, у меня хоть бы фонарик дали У меня ни фонарика, ни зажигалки, ничего нет Какая-то жесть Бой резервного источника питания Необходим перезапуск системы Товарищ брат валяется Еще, жесть Что-то они здесь зачастили, я так скажу Подготовка к перезапуску выполнена Тебе, можно не слазить? Там их два Дрянь к обеденному столу, молодец А, две карты осталось Да вон, чувак Обнимает ее, надо ее брать Перезапуск системы Перезапуск системы Перезапуск системы Стоп. Неужели она? И чё, зеленка тебе ещё не нужна больше? Отдай! Тут какой-то обед чей-то. Кирилл... Я нашёл... Нашёл... Но поможет ли это мне? У меня тут нет поля для манёвра. У меня тут нет поля для манёвра. Господи, как напрягает. Система не меняет. Система... Давай, пролази. Система не закончена. Система не закончена. Кликни и слабого достойнего достойнего добитания. А он-то что падает? Мы же нормально здесь. Они говорить научились. Ха, ожидал я. Он, блин, к нему руку оторвал, к чертям. То есть ногу. Ха-ха, будешь знать. Разбил. Ну все. Последний твой путь, чувак. Я иду, Кирилл. Сейчас. Немного отдохну и пойду. А, просто устал. Очень. Жестоко. Ну, Дивуси неплохое. Единственное, что только с загрузками задница. А так... Ну, я, наверное, и то не все нашел, где-то записки диггера профукал. А, еще не конец. А, сейчас мельников зайдет. Спустя долгое время. А, это даже шлем не одевает. Чем? Вот ты где, брат. Нашел карты и отдохнуть присел. Понимаю. Мне и самому отдыхаться нужно. Так, железки эти натирают. Главное, не засидеться тут с тобой. Меня сын твой прислал. Сказал, где искать. Он молодец. Боец. Хороший. Постарался он. Дети. Все ради них. Я вот ради дочки тут. Ух ты. Умница. Красавица. Сильная. Добрая. Не передать, как горжусь и как люблю, а высказать не могу, не умею. Пытаюсь быть отцом, а из меня командир лезет. Будто показав любовь, слабость свою обнажишь. Не только перед ней. Тот же муж ее. А он ведь мне даже нравился сначала. Но как же бесит, что ему правду знать надо. Его дома лучшая на свете женщина ждет. А он головой не за грот рискует. Нормальные люди хотят, чтоб в похлебке грибов побольше. Дома тепло, да дети здоровы. А ему правду подавай. Позволь, я на карты взгляну. Ох, я на него и злился. А потом посмотрел на мир. И по-другому на жизнь свою прошлую взглянул. Особенно, когда твою историю узнал. Прямо себя увидел, прошлого. Мы ведь оба служили большой лжи, потому что убедили себя, что так надо. И если бы не зять мой, то и закончил бы я, как ты. Зато теперь в кои-то веки в моей жизни есть смысл. Потому что я могу, наконец, взглянуть правде в глаза. Думаю, ты меня понимаешь. И спасибо тебе за карты. Не думай, что все было зря. Ты всех нас спас. А Кирилл, я передам ему часы и прослежу, чтобы он выбрался из этой дыры. Обещаю. Да, у них вообще все жестоко просто. Мне пора. Прощай, полковник Хлебников. Спи спокойно. Не, вообще класс, что они сделали. Потому что мне изначально было интересно, что случилось. Ты больше трепался, старичек. Артем, держись. Держись, сынок. Неплохое, Дилси. Неплохое. Остается узнать историю Сэма. И мы закончим эту игру. Знаете, Дилси довольно неплохое. Лучше, чем в основном сюжете. Ну да, на сюжет растянуть не всегда легко. Всю историю. А в Дилси ты можешь в коротко все запихать. В принципе, вот мы и пережили. Ужасы метро. Но спасибо. Ну что ж. Нас ждет еще одна Дилси. Наверное, тоже. Может, две-три серии. Это история Сэма. Всем хорошего настроения. Всем до следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok